Всем привет! Сегодня будет обзор на детскую линейку из каталога Faberlic, поэтому приглашайте к экранам своих детей, им будет однозначно интересно. Тем более, что сегодня я снимаю видео с моим помощником. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Андрей это мой сынок и мы решили с ним вместе в этот раз в кадр попасть. Он вам покажет и расскажет, чем он пользуется, чем что пахнет, что он заказывал уже не раз. Он обожает просто листать именно детские страницы в каталоге и каждый раз себе что-то выбирает. Но сейчас мы выбрали практически все, что можно было выбрать из детской линейки, но пока не показываем линейку для новорожденных. У нас нет таких деток и пользоваться некому. У меня есть племянник, но я пока не знаю точно всех отзывов обо всех средствах. Наверное, это будет тема отдельного видео. Ну а пока мы посмотрим линейку для мальчишек и линейку для девчонок. Собрали все, что могли. Ну, конечно, не все. Что-то у нас давно нет на складе и, ну, к сожалению, не смогли. Мы и так собирали месяца три. То одного нет, то другого. Но сегодня у нас, ну, прям по максимуму, что мы могли собрать. Ну и первое, что мы с Андреем сейчас покажем. Что тебе больше нравится из того, что мы сейчас здесь для мальчишек положили? Часы. Часы. Давай покажем часы. Бери в руки часы. Это была новинка буквально одного из последних каталогов. Были часы для девочек, были для мальчиков. Но для девочек нам не досталось. И пока у нас есть только для мальчиков. И мы их обязательно повесим. И мы их до сих пор не доставали. Это вот такие часики. Они сделаны... Вот здесь стекло. Ой, как отсвечивает. Ну, ничего. Стрелочки и вот такие красивые машины. Желтое обрамление. По-моему, оно пластиковое, это обрамление. Работают они от батареечек. Их можно повесить на стену. Ну, и здесь упорчики для того, чтобы они красиво висели на стене. Сегодня после обзора мы с Андреем обязательно все это повесим. Да? Угу. Да. Так, ну, давай... Мы больше не будем показывать каталог. Мы будем смотреть, что у нас здесь лежит. Давайте начнем с шампуней. Вот такой у нас есть шампунь, которым мы сейчас, в данный момент, пользуемся. Чем он у нас пахнет? Скажи, пожалуйста. Яблоком. Яблоком. Он пахнет действительно яблочным соком. Когда вы открываете пакет с яблочным соком, именно такой аромат вы ощущаете. И от шампуня тоже. Это достаточно густой, такого зеленоватого цвета шампунь. Я сейчас попробую вам... А, нет. Ну, да, слегка. Беленький с зеленоватым оттенком шампунь. Он очень классный. Он подходит для деток с трех лет. Шампунь-бальзам два в одном. Только гипоаллергенные отдушки и пищевые красители. То есть здесь нет ничего вредного для деток. Но есть еще один шампунь. Он тоже для мальчиков. Линейка техно-кидс это у нас для мальчишек. Но это, конечно же, очень условное разделение. Если вам нравится аромат, вы можете и девчонкам такой покупать. Ну, потому что вы же поставите это у себя в ванне. В ванной комнате и никто, кроме вас, этого не увидит. Зато будете наслаждаться ароматом, который у вас в этом бутылечке. Этот шампунь и гель для душа два в одном. Вы можете и спинку помыть, и голову. Давайте посмотрим, чем же пахнет здесь. Дыней. Дыней. Да, пахнет дыней. Тебе какой больше понравился аромат? Яблоко или дыня? То и то. И то, и то? Оставляем себе. Будем пользоваться. Отлично. Следующее, что у нас есть из того, чем мы можем помыть руки. И чем помыться, это у нас жидкое мыло. С трех лет оно предназначено, желтенькое. И пена для ванны тоже с трех лет. Ну, давайте понюхаем. Мы еще такое, Андрею, не покупали. У нас была линейка астронавтика, до сих пор у нас есть. Но в каталоге астронавтика больше нет. У нас теперь есть линейка. Тоже дыня. Дыня. Нравится тебе дыня? Да, здесь тоже только гипоаллергенные одушки и пищевые красители. 200 миллилитров и вот такое красивое солнечное желтенькое мыло. Пена для ванны. Кто не знает, Фаберлик пена для ванны это строительная пена. Почему она так называется? Потому что, когда вы добавляете ее в ванну, когда набираете воду с этой пеной, она поднимается огромным-огромным таким облаком, да, из которого можно что-то строить. Можно налепить на стены. Можно облепить себя. Она очень долго держится. Она не спадает. Она просто очень-очень классная. Скажи, у нас очень много фотографий, когда Андрей делает пену и потом из нее что-то строит, что-то делает. И мы фотографируем в эти моменты. Получается очень классно. Давайте понюхаем, чем пахнет вот такая пена. Красная, красивая. Сейчас откроем. Может быть, или клубника, или малиния. А на самом деле пахнет яблоком. Пахнет точно так же, как вот этот шампунь. Очень классный аромат. Я впервые вообще сталкиваюсь, чтобы аромат яблока был так точно передан именно в средствах для ухода за телом, потому что всегда это какие-то химические такие отдушки, а здесь действительно, ну, прям очень клевый яблочный аромат. Дальше, что мы покажем вам? Давайте покажем детское мыло. У нас есть прям для малышей мыло и для мальчишек. Я сейчас его открою. Белое мыло вот из этой упаковки. Почему я вам показываю? Потому что оно, ну, очень-очень миленькое. Посмотрите, какой внутри медвежонок. Малышонок, ты такое даже не видел. А на оборотной стороне написано Фаберлик. Очень нежный аромат, просто обалденный аромат детского мыла. Но я думаю, что и тебе такое захочется, да, положить в ванну. Лучше это мое будет. Хорошо, это будет твое. То есть это мыло предназначено... Все, вот это мое. Хорошо. С нуля его и можно использовать прям совсем для новорожденных деток. Ну и вот видите, да, в 7 лет детям оно тоже нравится. Именно поэтому я его заказала и показываю вам. А теперь давайте посмотрим... Миленькое, да. А теперь давайте посмотрим, что у нас вот в такой упаковке. Мыло. Машина. Я обожаю машины. Ой, как пахнет приятно. Тоже пахнет, кстати, яблочком. И на оборотной стороне написано Фаберлик. Голубого цвета, небольшое. Классное. Для девчонок... Тоже осталось. Хорошо. Для девчонок тоже есть мыло, но мы же для девчонок покажем чуть-чуть попозже. А сейчас все покажем для мальчишек. У нас еще для мальчиков есть бальзам для губ, тоже техно-кидс. Что мне снег, что мне зной. У деток очень часто обветривают губы. И зимой, и, кстати, летом подсыхают, да? У нас такое тоже бывает. И используем различные бальзамчики. Мы уже когда-то покупали бальзам Фаберлик. Ну, он у нас и закончился. Этот новенький. Мы сейчас посмотрим, чем он пахнет. Ну-ка. Я пока не поняла, чем он пахнет. Ну-ка скажи, может ты поймешь? Стоп, стоп. Ну, наверное, я... Какими-то фруктами? Не, не, наверное, карамелью. Карамелью? Да, совсем похоже. Так, ну, в общем, вот такой шикарный бальзамчик в мальчишеском стиле у нас тоже теперь будет. Теперь мы дошли до влажных салфеток. С трех лет предназначены влажные салфетки. Здесь 15 штук и антибактериальный эффект, что очень важно. Да, все, что... Это очень важно, когда вы гуляете, и ребенок, допустим, там, из песочницы вышел, а ему нужно в этот момент печенюшку поесть там или мороженку, да. А руки грязные. Антибактериальные салфетки очень хорошие помощники. Чистая победа, да, здесь прочитал Андрей. Ну, и салфетки очень приятные чем-то. Нежненько пахнут, я даже... Я даже не знаю, чем. Классные салфетки. Так, теперь переходим мы к чистке зубов. Спряталась щетка. Давай, доставай. Смотрите, щеточки. Какие у нас есть в каталоге щеточки для мальчиков? Для маленьких мальчиков вот такие прикольные щетки, но это можно и для девочек. Вот это чисто для мальчиков голубенькая, и они все на присосках. Да, у меня такое было. Было, да, у тебя были все цвета, ну, кроме розовой. Мы покупали и голубую, и зелененькую, и скажи... Да, и я еще хотела розовую. Скажи, куда мы эту присоску приклеивали? И на стену, и на кран, и на раковину, куда мы только не приклеивали. И на стекло еще. И на зеркало, да, куда мы только не приклеивали эти щетки. Это очень весело и очень классно. Щетки мягкие для деток у нас... Три плюс, похоже. Три плюс, скорее всего, да. В общем, это прям для малышей. Но я бы уже даже, написано, да, рекомендуется для детей с трех лет. Ну, можно уже и с двух, мне кажется, использовать, потому что зубки к двум годам уже все у деток должны... Все 20 зубов... Сейчас покажем пасту, сейчас, подожди. Подожди, да. И, кстати, да, с двух лет уже должны быть все 20 зубов у детей, но к двум с половиной годам уже точно. И там уже нужна полноценная щеточка, которой нужно чистить зубки. Зубная паста с трех лет для мальчишек Техно Китс. Здесь на машинках написано, что они везут молоко для молочных зубов. Стой! Что? Да, везут молоко для молочных зубов. Так, здесь 50 миллилитров. Безопасно при случайном проглатывании. То есть, это может случиться такое у деток, если особенно паста вкусная. Это точно вкусная, потому что она зубная паста с яблоком. Давай понюхаем, чем пахнет. Так, здесь, смотрите, все закрыто. Носик у пасты закрыт. Как всегда. Да. Вот такого розового цвета, очень классного розового цвета. Ну, тебе уже не три годика, тебе нужна другая немножко паста. Почему? Потому что у тебя, посмотри, какие у тебя уже красивые взрослые зубы растут. Ну, я еще и эти, Василий. Нет, эти мы кому-нибудь отдадим, деткам, которым три годика, чтобы они чистили свои зубки. А ты будешь чистить уже щетками для взрослых детей и пастой от шести лет. То есть, для смешанного прикуса, когда есть и молочные зубки, и постоянные уже. 50 миллилитров. 50 миллилитров, да. И эта паста у нас с грушей, с ароматом груши. И она у нас, по-моему, зелененького или желтенького цвета, да. Мы уже такую покупали с тобой. Но я покажу, какую мы сейчас очень любим. А с грушей у нас, ага, мы забыли просто. Она, да, зелененького, вот такого красивого цвета. Давай, ну, понюхай, вспомни. Точно. Ну, вот эту мы тебе оставим, потому что она с шести лет. Все-таки для взрослых. Любое дело по зубам. Вот тут такие красивые герои на этой пасте нарисованы. А сейчас я оставлю. Давай. Вот эти вот щетки уже для взрослых детей от шести лет тут. Да, от шести лет. И эта щетка, она уже, по-моему, средней жесткости. Нет, она тоже мягкая. 6+. И для мальчишек вот такие расцветки. Да, красно-зеленая. Не обязательно, да, красно-зеленую, оранжево-фиолетовую. Можно купить и девчонкам, потому что у всех любимый цвет разный. И они специально сделаны, посмотрите, как, чтобы можно было и мальчишкам, и девчонкам эти щетки использовать. Ну и давайте сразу, мы для мальчишек все уже закончили. Теперь переходим к линейке для девчонок. Ну и давайте продолжим, продолжим, да, тему чистки зубов. И такие же покажем щеточки, но для девчонок. Ну, вот это вот оранжево-желтое, кстати, очень даже может подойти и мальчикам. Да, это будет мое. Хорошо. Потому что, ну, абсолютно нейтральный такой оттенок. Ну, а вот здесь, конечно, уже розовое с сиренем, это уже прям чисто для девчонок. Щеточки такие же, как для мальчиков. А какие же у нас пасты для девочек? С трех лет у нас кошка-клубника. Клубничная паста, очень вкусная. Давайте покажем, какого она цвета внутри. А я вообще не видела. Да какого она цвета, как ты думаешь? Красного, конечно. Ну вот, клубничного. Это я себе оставлю. Очень вкусно пахнет клубничкой. Это я себе оставлю. Она с трех лет. Ну ты что, она для молочных зубиков у тебя молочных? Ну, мне хочется. А вот это наша самая любимая паста. Это кошка-манго. И она со вкусом манго. Обалденный аромат. Она очень приятная на вкус. И какого она цвета? Желтого. Ага, да. Да, ну ты что. Мы уже, наверное, штуки... Это я себе оставлю, ладно? Хорошо. Мы уже штуки четыре таких паст использовали. И она нежно-нежно-желтого цвета. Понюхай, как приятно пахнет. Ты сегодня утром такой чистил, да? Ага. Ну я и раньше ее даже и ел. Щеточка... Щеточка для девочек. Такая же на присоске. С трех лет. Очень красивая. Розово-желтого цвета. Просто класс. Давайте посмотрим, что у нас еще есть из вкуснятины. Смотрите, у нас есть ополаскиватель для полости рта. Все как у взрослых. Такой мы еще не покупали, да? Ага, особенно для меня. Да, для тебя еще не покупали. Это тоже со вкусом манго. Это кошка манго, да. То есть, когда вы почистили зубки или когда вы покушали, вы можете использовать ополаскиватель. Он почистит ваши зубки. И, да, если где-то что-то между зубками застряло, вы можете с собой его куда-нибудь взять. Если вы не можете почистить зубки, да, вы можете вот этим ополаскивать, прополоскать ротик. Он очень вкусный и приятный. Давай понюхаем, как пахнет манго. Прям фруктовым соком пахнет. А я вожаю манго. Так, следующее. Давайте посмотрим мыло. Что ты там откладываешь? Что я хочу. Давай после видео мы с тобой все это пересмотрим. Ладно. А теперь посмотрим вот такое мыло. Это мыло для девчонок. Это точно. Кошка Малина. Ну, я тоже Малина. Ну, и как ты думаешь, там кошка или Малина? Кошка, конечно. Давай, посмотрим. Ты не угадал. Тут Малина. Тут Малина. Тут Малина. Это я себе оставлю. Очень классно пахнет. Малинка. Это значит, это мое будет. Хорошо. Да тут все твое. Все твое. Мы потом подумаем. Да, что-то Дашина. Что-то Дашина. Вот, например, вот то. Даша у нас уже выросла. Ей уже ничего не надо почти. Из этого точно нет. Мы Дашу уже покупаем все, что есть для взрослых. Салфеточки. Влажные салфеточки для девчонок. Это тоже мне. Кошка-клубника. Это тоже мне. Хорошо. Посмотрите, ну оформление действительно можно и мальчишке в сумку положить, если он у вас еще маленький. С трех лет эти салфеточки можно использовать, потому что тоже цвета все нейтральные, без какой-либо конкретной привязки для девочек. Андрюш, давай потом мы с тобой все разберем. Так, ну раз говорим про мыло, давайте поговорим про жидкое мыло. Для девчонок тоже есть жидкое мыло с ароматом малинки. Называется Кошка-малина. Вот такое перламутрово-розовое. Давай помихаем. А может быть мне тоже так не подойдет? Чем пахнет? Малинкой. Малинкой, да. Пахнет малиновым вареньем. Даже не свежими ягодками, а малиновым вареньем. Вот кто любит, это для вас. Дальше. Опять строительная пена для ванны. Я тоже это хочу. Строительная пена для ванны для девчонок с ароматом манго. Такую мы не покупали. Ну, кстати, и ваши мамы, кто-то из мам такую пену себе заказывает, потому что она очень классно пахнет. А еще у меня есть такие знакомые, которые своим деткам, которым уже по 15 и по 16 лет заказывают такую пену, потому что она реально классная, очень стойкая. Да, и... А нюхать будем? Манго. Вы понюхали же? Очень. Манго. Так, а теперь шампунь для девчонок. Это Даша. Расти коса до пояса. Ну, Даша у нас уже другие шампуни. А этот шампунь с малинкой для девчонок. Давай посмотрим, какого цвета. Может быть, он и мне подойдет. Он вот такого розового цвета. Мы не будем девчачьими мыть. Мы уже большие выросли. Ну ладно. Да, уговорила тебя. Так, теперь давайте посмотрим, что еще у нас есть для волос. Для волос есть очень классная штука. О, это мое, это мое. Подожди, это не твое, это для девчонок. Ничего. А, я понял, это блестки. Зачем тебе блестки? Для волос тем более. Ну давайте, раз уж мы про блестки заговорили, да, Андрей сказал, я хочу, и ты еще даже не посмотрел, что это. Это оказались блестки для девчонок. Ага. Посмотрите, как красиво сияют они в бутылочке. Если вот так встряхнуть и распылить их на волоски, то ваши волоски будут такие же блестящие, как у нас для Даши. Как у феечки. Кошка-манго серия, значит, аромат здесь будет манго. Как раз для Даши. И вот так будет... Сейчас мы... Аля, новенькая. Вот так распыляет. Сейчас мы попробуем на руку распылить. Давай мне. Нет, тебе не будем. Я что-то блестки не вижу. Блестит, он красиво блестит. И очень приятно пахнет манго. Так, ну а следующее средство, это спрей для легкого расчесывания волос. Он с ароматом малинки. Да, у девчонок длинные волоски бывают очень тяжело расчесываются. И девочки этого очень не любят. Они ревут, говорят, не надо мне расчесывать. Вот этот спрей прекрасно облегчит расчесывание. А еще очень вкусно пахнет малинкой. То есть у вас... Малинкой. Да, вы расчешетесь без проблем. Еще и будет очень приятный аромат. Посмотрите, он состоит из двух частей. Потемнее и посветлее. Для того, чтобы воспользоваться, его нужно вот так встряхнуть и набрызгать. Тоже, смотрите, какие красивые пузырики получаются. Так, следующее, что у нас есть для девчонок. Ну и, наверное, тоже для мальчишек. Потому что для мальчишек я крема не нашла. Это крем для рук кошка-клубника. Ой, это мне. Да. Обожаю клубники. Да, очень приятный аромат клубники. Здесь у нас сколько? 50, наверное, миллилитров. Не перебивай маму. Очень вкусно пахнет этот крем. И многие берут этот крем даже для взрослых, для своих рук. Потому что он очень приятно пахнет. Дальше. Вот это, кстати, я не разделила. Для детей от 3 лет. Бальзамчики для губ. Восстанавливающий крем-бальзам. И защитный бальзам для губ. Защитный это защищаем губы детей, когда выходим на улицу. И вот так сейчас покажу, как выглядит это внутри. Классная очень упаковка. Яркая такая. И вот так эта упаковочка выглядит снаружи. Это прям такой оранжевый котенок. И посмотрим, какой он внутри. Помада какая-то. Маленькая помадка для маленьких губок. Да, как раз у меня. Пахнет апельсинчиком. Это моя помада будет. У тебя есть для мальчиков. Бальзам для мальчиков. Вот посмотрите, детки, они всегда детки. Сколько бы летом ни было, им хочется все вот это яркое, красивое потрогать в руках. Я хочу апельсин. И себе получить. Кот апельсин, да, он все-таки больше для мальчиков. А кошка мята, это для девочек. Такой яркий розовый. Я не люблю. Это прям под мои ногти, посмотрите. И вот такая здесь кошечка. Кошечка мята. Хвостик у нее сзади нарисован. Кошечка мята. Сейчас. Ой, она у нас уже выкручена была. Я думала, пахнет мятой, а на самом деле мятой не очень пахнет. Пахнет клубничкой или даже жвачкой какой-то. Точно. Да, но мятой не пахнет, поэтому не бойтесь, кто мяту не любит, мятой здесь совершенно не пахнет. Так, теперь... А я не люблю мяту. Почему? Мы же делаем с тобой коктейль из мяты и лимона. Какой? Мохито. Мохито делаем, да. А теперь мы покажем лаки для ногтей для девчонок с трех лет. Вот такие красивые звездочки. У нас их вообще были еще такие были, по-моему, желтый и синий лак. Но они нам не достались. Посмотрите, какие они яркие. И эти лаки смываются обычной водичкой. Ну, красивые. Вот в такой приходят упаковочки. Приходят вот в такой упаковочке эти лаки. И они для девчонок от трех лет. Сейчас мы с вами посмотрим, что внутри. Ярко-розовый неоновый лак. Я сейчас... О, посмотрите, какой он яркий. Посмотрите, какой он классный. И сейчас я его нанесу. Смотрите, какой он красивый, оранжевый, такой яркий неоновый цвет. Теперь другой. Теперь возьмем розовый. О, он почти как мои ногти. Тоже яркий. И нанесем еще одну полосочку. И вот он, второй розовый лак. Теперь попробуем зеленый. Ой, какой сочный, красивый зеленый оттенок. Вот так выглядит зеленый лак. Очень классные оттенки. Я думаю, вам понравятся. Следующее, что у нас лежит для девчонок. Продолжаем украшать девчонок. И это наклейки на ушки. Если у девочки еще нет дырочек в ушках, и вы не можете ей надевать разные сережки, то, пожалуйста, вот наклеечки на ушки. Несколько цветов, несколько форм. Звездочки, сердечки, цветочки. Просто какие-то... А, здесь, смотрите, лимон, лаймовые, апельсиновые дольки. Просто кружочки. Очень классные стикеры. 20 пар. Можете каждый день в течение 20 дней носить различные наклейки. Ну, а это наклеечки для ногтей. Да, очень классные. Сколько здесь у нас? У нас здесь звездочки и цветочки. И стикеров у нас много. Я не знаю, сколько, но очень много. Вот такие желтенькие и розовенькие. Еще чем у нас девочку можно украсить? Мы можем ей предложить вот такой набор. Смотрите, здесь три резиночки и блеск для губ в виде яблочка, который можно еще... Ой, резиночки выпали. Сейчас покажу вам, какие резиночки вблизи. Маленькие для детских волосиков. И третья желтая резиночка с блестящими ниточками. И вот такой блеск для губ, который можно на ниточку повесить себе на шею и носить вместо кулончика с цепочкой. Сейчас мы его откроем. Сейчас мы его откроем. Открывается он сзади, чтобы спереди не нарушалось сердечко. Открывается сзади. И вот так выглядит блеск для губ. Ничем не пахнет. Ну, это даже хорошо. Может быть, когда его потрогаешь, он будет пахнуть, скорее всего, яблочком. Закрывается. Или груша. И можно его вот так. Здесь есть карабинчик, здесь есть ленточка. Повесить и ходить с таким сердечком, как с кулончиком. Очень классная идея. А есть еще набор с резиночками. Сейчас я вам покажу. Вот такой. Здесь две резиночки. И тоже блеск для губ. Но это, скорее всего, банановый. А здесь у нас не написано с чем? Не написано. Ну, здесь нарисованы карамельки. Скорее всего, с карамельками здесь блеск. А сейчас посмотрим, какие тут резиночки. А здесь очень модные резиночки. Посмотрите, спиралька. Устал уже? Сейчас, быстренько. Нет, просто они у меня грудь болят. Ладно. Потерплю. Смотри. Вот так вот с детьми договоришься видео снять, а у них потом живот болит, еще что-то. Измучился просто. И второй блеск у нас для губ. Посмотрите. Вот такой, тоже на подвесочке. И с ароматом бананчика. Здесь прям бананчик. Здесь аромат чувствуется. Понюхай, бананчиком пахнет. Точно. Точно. А там карамели. Там карамели. Так, что еще у нас здесь есть? А у нас здесь есть, не поверите, сухие духи для, твердые духи для девчонок от трех лет. И сейчас мы их достанем. А пахнут они, судя по всему, дыней. Нет, вот здесь написано дыня. Пахнут дыней. Может быть и бананом. Сейчас. Бананом тоже. О, их тоже можно повесить на веревочку. Значит, они в виде кулончика. Сейчас мы достанем. Бананом. Какая красивая бабочка. Посмотрите, какая красивая бабочка для девчонок. Так, и открывается вот так. Сзади на поверхности есть крышечка. Ой, как вкусно пахнет дынкой. Бананом. Да. Ну, немного и бананом. Пальчиком, как блеск для губ, нужно немножко набрать сухих духов и нанести себе вот сюда, на запястье и на шейку. Очень классно. А потом просто подвесить на себе, на шейку и ходить. Не последнее осталось. Последнее, что у нас осталось, да, для волос, это вот такая классная расческа с зеркалом. Давайте я покажу. Она в упаковке, а без упаковки она выглядит вот так. У нее, посмотрите, разноцветные щетинки пластмассовые, а сзади зеркало. Ее можно куда-нибудь подвесить. У нее есть специальный дырчик. Не в такой же, но только бы другого цвета. Для мальчиков, да. Но для мальчиков у нас, к сожалению, расчесок нет, а для девочек есть. Приятно? Очень. Очень? Вот. Это на сегодня у нас все. Все, что у нас было в каталоге для деток. Все, что у нас было в каталоге для деток, мы показали. Да, если хотите получить такое же, подойдите к своей маме. Но если вы мама, каталог Фаберлик есть всегда в группе ВКонтакте по ссылке под этим видео. Можете зайти посмотреть. Бывают различные акции на все указанные средства. Бывают без акций. Ну, они без акций не очень дорого стоят. Мы вам с Андреем рекомендуем. Да? Нам очень нравится. Мы с удовольствием пользуемся. Чего и вам желаем. Ну, а если вы еще ни разу не покупали в Фаберлик ничего, тем более детского, то для вас, вот конкретно в этом каталоге, акция для новичков, вы, купив деткам все, что вам понравилось из нашего обзора, еще можете получить подарок за первый закат. Ну, а если вы смотрите видео после 21 июля, то этот подарок будет просто другим, но он обязательно будет. Посмотрите текущий каталог и регистрируйтесь. Ссылка под этим видео. У вас будет сразу же 20% скидка на все, что мы сейчас вам показали. Вот цены каталога. Ну, и плюс еще и подарок. Плюс ко всему, вы попадете к нам с Андрюшей в команду, и мы будем вашими помощниками, будем помогать вам выбирать по каталогу. Ну, а сегодня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели наше видео. С вами была Марина и Андрей. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok